29 мая стартует основная волна государственной итоговой аттестации. В этот день 11-классники сдадут экзамены по географии и информатике. Всего в региональную базу данных были включены 296 человек. Из них большая часть – выпускники текущего года и 44 прошлых лет. О ходе подготовки к экзаменам с будущими выпускниками пообщалась моя коллега Надежда Литкова. Каждый российский школьник знает, в 11-м классе его ждет испытание ЕГЭ. Единый государственный экзамен служит одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным в ВУЗы. К ЕГЭ 11-классники относятся очень серьезно. Подготовка идет полным ходом и занимает много времени, говорит Александр Дошаков. Написали в принципе, может быть, и неплохо, но, естественно, всем бы хотелось намного лучше написать. Но, опять же, это сподвинуло нас еще больше готовиться, еще больше усилий прикладывать к подготовке. Зоя Гусарова будет сдавать профильную математику, русский и английский языки. Девушка признается, иностранный язык кажется проще, чем точная наука. С 10-го класса начала готовиться к ЕГЭ, но усердно с 11-го. И в день я выделяю очень много времени, потому что нужно и к русскому, и к математике, и к английскому больше времени. Приходится выделять там больше слов учить. Ну, я устаю очень. Что такое ЕГЭ, учитель русского языка и литературы Ольга Ястрикова узнала в 2005 году, когда в Ненецком округе проходили первые пробные экзамены. За это время преподавателю удалось подготовить два стобальника в 2011 и 2016. Обе девочки с хорошим чутьем к русскому языку, обе на пробниках, бывало, достигали результатов и 70, и 75 баллов, но работали над собой, прислушивались к рекомендациям. Учитель, который готовит их на выходе к сдаче ЕГЭ, знает их белые пятна. Ольга Алексеевна советует своим ученикам на финишной прямой не паниковать, а сосредоточиться и внимательно читать задания. Проверяя в комиссии знания русского языка уже много лет, преподаватель сделала вывод, что современные школьники читают недостаточно. Уровень привлечения литературного материала все-таки оставляет желать лучшего. Именно литературный контекст для аргументации все-таки как-то ограничен круг произведений, которыми оперируют ребята. В преддверии экзаменов Рособорнадзор запустил в социальных сетях акцию «Советы стобальников». Выпускники прошлых лет, получившие на госэкзаменах наивысшие результаты, рассказывают школьникам, как лучше подготовиться и сдать экзамены. В их числе стобальники из Ненецкого округа. Найлучший результат был зафиксирован в 2014 году, когда выпускница школы номер 4 Анастасия Порсукова получила 100 баллов сразу по трём предметам – химии, русскому языку и биологии. «Чтобы начинать подготовку, нужно сначала определиться для себя, чего в будущем ты хочешь. Нужно определиться в профессии. В этом очень нужна, конечно, проф, какая-то ориентация. Нужно узнавать что-то о профессиях, о рынке занятости, что в будущем будет действительно востребовано. Но врачи, они всегда будут нужны, поэтому передо мной такого вопроса не стояло». Начиная с 2009 года, стобальные результаты на ЕГЭ по различным предметам показали 12 окружных выпускников из 1, 4 и 5 школ города Наринмара – Омской и Красновской сельских школ. Главная задача акции – снять эмоциональное напряжение с будущих выпускников и их родителей, помочь им найти способы преодоления психологической нагрузки и объяснить, что при правильной подготовке и уверенности в своих силах у каждого есть шанс получить высокий балл на ЕГЭ. Надежда Литкова, Вадим Носкин, Телеканал «Север».